Чемпионат Украины по боксу Чемпионат Украины по боксу Чемпионат Украины по боксу боя схожая с мексиканской рубкой приковывают взгляд болельщиков к рингу. Три года назад промоутеры со всего мира предлагали Хижнику контракты, где сотни тысяч долларов украинец получил бы лишь в виде подписного бонуса, но он вежливо всем отказал. Для него главной мотивацией драться в любителях была и есть Олимпиада, вернее ее золото. В истории независимой Украины всего три олимпийских чемпиона по боксу – Кличко, Ломаченко и Усик. Хижняк хочет стать четвертым, а затем, возможно, украинец продолжит традиции вышеупомянутой троицы на профи ринге. Ему сейчас 25 лет и идеальные возраста для перехода в профи не придумаешь. Капитан украинской сборной Николай Буценко пока первый и единственный, кто уже готовится к главным играм в своей жизни – играм в Токио 2021. Он уже ездил на Олимпиаду в 2016-м и тогда наш боксер проиграл марокканцу Мухаммеду Хамуту. Судейское решение этого боя до сих пор вызывает вопросы. Коля откровенно скушали, как и в финале Европейских игр в Минске спустя три года. В бою с ирландцем Куртом Уокером Буценко выглядел сильнее. Он перебивал оппонента. Это видели все, кроме судей. Сейчас Буценко 29 и он на пике. Он уже сталкивался с несправедливостью, а после вкусия от горечи незаслуженного поражения будет мотивировать украинца побеждать досрочно, чтобы ни у кого не было вопросов. А дальше можно попробовать себя в профи и несколько лет наводить шороху в легчайшем весе. Еще одним безоговорочным лидером нашей команды является Евгений Барабанов. На чемпионате Европы 2017 года в Европейских играх Женя принес команде бронзовые медали. Он пахарь и свой результат добывает только благодаря постоянной работе. Барабанов вполне может достаться и на второй олимпийский цикл. Он тот парень, с которым на войну идти не страшно. Он гарантирует результат. Сотно Рогава. Он ворвался в главную команду страны, как Зеленский в президентские выборы. Сотно там точно не ждали, ведь сборная тогда цвета команды защищал действующий чемпион Европы и Европейских игр Виктор Выхрест. Но что сделал Рогава? Перебоксировал Виктора в финале чемпионата страны. Дальше Выхрест примет решение перейти в профи и Сотно станет безоговорочным первым номером сборной. Рогава трехкратный чемпион мира по тайскому боксу. Именно опыт в этом виде спорта позволил Алиситу громко заявить о себе в боксе в такие сжатые сроки. Он и его тренер Абел Хачатрян точно знают, что делают. Сейчас их цель – завоевать путевку на Олимпийские игры. Дальше только медаль. Ему взять ее точно под силу. Характер, физика и хорошая выносливость – те черты, благодаря которым Сотно Рогава может это сделать. А мы, в свою очередь, уверим, что у нашего парня все получится.